Звезда интернета, экс-начальник Оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев вернулся на работу. Правда, должность на понижение. Теперь он лишь ведущий специалист. Чиновника уволили после скандального видеоролика с сотрудниками ведомства. Тогда Скопинцев исполнял роль фрау Виталины, а также играл в карты на деньги из мешка с надписью «Бюджет». В кадровых перестановках разбиралась Анастасия Ефимова. В скандально известном ролике этот образ едва ли не самый запоминающийся накладной бюст, решительный шаг фрау Виталина. Она же начальник отдела использования животного мира Оренбургского Минлесхоза Виталий Скопинцев. Но сегодня стало понятно, эффектные появления вообще в характере оренбургского чиновника. Местная пресса так и напишет, фрау Виталина вернулась на работу. Я не хочу вам рассказывать. Я вам сказал в рамку закона. Остальное узнавайте у нас по юридическому отдельному министерству. Минувшей зимой это видео не посмотрел только ленивый. В нем чиновники Министерства лесного хозяйства Оренбургской области играют в карты, ставят на кон бюджетные деньги и даже исполняют этюды у шеста. Все это, если верить ролику, в рабочие будни и на рабочем месте. После публикации весьма красноречивых кадров все та же местная пресса рапортует всех любителей превоплощаться без отрыва от госслужбы. Губернатор региона Юрий Берг уволил, однако, как выяснилось сегодня, это было не совсем так. Губернатор высказал свою точку зрения на случившее. Эта точка зрения трансформировалась в заявление по собственному желанию. Никто никого не увольнял. Никаких указов за исключением освобождения от должности министра, опять-таки, по собственному желанию. Подписано не было. После публикации видео губернатор выразился весьма конкретно, мол, такое поведение недостойно государственного служащего. Только вот кадровых решений не принимал. Заявление об увольнении чиновники Минлесхоза, оказывается, написали по сугубо собственному желанию. Однако то ли желания изменились, то ли некому больше в области доверить использование животного мира, но оправившись от случившегося Виталий Скопинцев возвращается к прежней работе. Да, то, что он возвращается на свое место, ну, после всей этой истории, это, с одной стороны, удивительно. Ну, с другой стороны, он не был ни заместителем, ни самим министром. То есть, это простой главный специалист, как мы знаем, тогда из министерства ушли не только министры, его заместители, но и там ряд обычных сотрудников. То есть, ну, может быть, его способности в какой-то там сфере лесного хозяйства действительно оказались столь высоки, что его вернули. С точки зрения закона, вроде бы, не придерешься. Как только Виталий Скопинцев написал заявление, на замещение вакантной должности был объявлен конкурс. И участвовать в нем каждому, в том числе, едва успевшему уволиться кандидату, запретить нельзя. Это не конкурс красоты, да, это большое количество согласований. Для того, чтобы, неважно, этот или любой другой человек встал на определенную должность. Если это было связано вот с неким таким скандалом, развитым в СМИ после публикации, да, определенного рода материалов, ну, теперь, наверное, вопрос тогда к его руководителю непосредственному, который все-таки вновь его принял на работу и рекомендовал для прохождения того или иного конкурса. Аналогичным образом, наверное, вернуться к прежней работе могли бы и другие участники незабываемого видео. Кроме разве что Артема Никулина, бывший замглавы отдела охотничьего хозяйства, ближайшие четыре с половиной года проведет в колонии. Осужден за злоупотребление должностными полномочиями. Все остальные свободны, в том числе в принятии решений. Как специалиста Виталий Скопинцев хороший. То, что не выдержали несколько больший срок, ну, думаю, оренбургские чиновники торопились. К сожалению, это столкновение новых технологий и обычной чиновничьей этики. В общем, как отмечают коллеги, на карьерном пути Виталию Скопинцеву все-таки пришлось сдать назад. Бывший начальник отдела теперь принят на работу всего лишь главным специалистом, что, разумеется, понижение. В остальном же ничего удивительного. Талантливые чиновники ведь еще в ролике предупреждали. Продолжение следует. Анастасия Ефимова, Анна Погонина, Вести.